Он нежно провёл своей рукой по её талии, а затем резко прижал её к себе, отбрасывая все попытки вырваться. Но она не стала сопротивляться, предоставляя ему закончить начатое. Всем привет, вы на канале Дювплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Смотрителя. Но перед началом протыкайте лайки и напишите комментарии, чтобы поддержать выход видосов. Ну а теперь погнали! Что стало с Семёном? Когда те трое из них стали подходить ко мне, Семён ворвался и побежал в лес. Куда-то в сторону старого лагеря. Понятно. Значит в старый лагерь сбежал, это хорошо. Возможно он ещё где-то в катакомбах. Закончив успокаивать Мику, я развернулся и медленно направился к выходу. Постой, куда ты? Я ничего не ответил и молча покинул столовую. Не успел я отойти от столовой, как из неё вылетела настырная девчонка и подлетела ко мне. Куда ты? А тебе это так необходимо знать. Холодно ответил я. Нет, просто... Мику замялась, не зная, что ответить. Просто что? Внимательно посмотрел на неё я. Просто я не хочу опять остаться одна. С одной стороны, я мог спокойно оставить её тут одну. Всю необходимую инфу я получил. Поэтому не было необходимости нянчиться с ней дальше. С другой стороны, её можно было понять. Даже такой остранённый человек, как я, тоже нуждается в общении хоть с кем-то. Нет! Да всё же бессмысленно брать её с собой. К тому же, если начнётся какая-то перепалка, она будет только под ногами мотаться. Путаться! Путаться. Да, путаться. Туда, куда я сейчас иду, будет опасно. Блядь, там, куда я сейчас иду, будет опасно. И если что-то произойдёт, я не смогу тебя защитить. Я тебе не помешаю, честно-честно. Я смогу за себя постоять. Уверенно заявила японка и встала в боевую стойку. Я знаю несколько боевых искусств. Меня этому папа научил для самообороны. Я потёр переносицу. Здравый смысл говорил мне не брать её с собой. Ведь там внизу не парк аттракционов. Там сплошные шахты и катакомбы, которые так и норовят запутать тебя. Я посмотрел на Мику. Та стояла передо мной и настойчиво смотрела на меня. В надежде на то, что я возьму её с собой. Ладно. В таком случае, слушай меня. Я главный, ты подчинённый. Все мои команды выполнять беспрекословно. Я выдержал небольшую паузу. Если я скажу бежать, ты бежишь. Если скажу упасть лицом вниз, ты падаешь и не шевелишься. Всё ясно? Конечно. Радостно ответила она, хлопая в ладоши. Хорошо. Тогда нам нужно немного подготовиться. Ты тогда иди в дом Ольги и возьми оттуда фонарик. Она где-то на тумб... Он где-то на тумбочке должен лежать. А ты? Я пойду в медпункт. Надо оттуда кое-что взять. Встречаемся на площади через 30 минут. Я буду ждать тебя 5 минут, не больше. Дождавшись утвердительного кивка от Мику, мы разошлись в разные стороны. Мику к домику Ольги, а я в медпункт. Думаешь, целесообразно брать её с собой туда? Не знаю. В любом случае, лишняя пара рук не помешает. Я подошёл к шкафчику с медикаментами и принялся собирать всё самое необходимое. Так, что тут у нас ещё осталось? У бенты возьму пару упаковок. Лишними не будут. Обезболивающие, жаль, что не в жидкой форме. А тут у нас что? Ого! АИ-1, вот, это уже интересно. А чё вот такое? Я взял в руки оранжевую коробочку и открыл её. Посмотрим. Внутри было 6 секций. Первая. Два шприц-тюбика со средством при отравлении. Вторая. Шприц-тюбик с противоболевым средством. Третье. Радиозащитное средство. Четвёртое. Противобактериальное средство. Пятое. Профилактический антидот П6. И, наконец, шестое. Противорвотное средство. Великолепно! Хоть на фронт можно выдвигаться! Я положил всё в карман костюма и направился на выход. Но, подойдя к двери, у меня помутнело в глазах и закружилась голова. Я отшатнулся и чуть не свалился на пол. Уйо, вот дела! Я стою возле столика виолы. На улице уже вовсю была ночь. Издалека сквозь приоткрытое окно доносился приглушённый звук колонок. Мимо проходили пионеры в цивильной одежде. Они смеялись и радовались. Чё тут происходит? Сдавленно спросил я. Но ответа не последовало. Зато со стороны двери послышался лёгкий щелчок. Дверь приоткрылась и в помещение зашла незнакомка. Та самая, которую я видел в своих снах. Она была одета в платье, которое подчёркивало её формы. И вы... Блять, что и вы делала... Выделяла, блять! Среди всеобщей толпы. Её лицо всё так же было затянуто тёмной пеленой. Незнакомка подошла к кровати и села, дожидаясь чего-то. После этого в дверном проёме появился парень. В этот момент я был просто в шоке от увиденного. В дверях стоял я. Не Семён, не Петя, не Витя, а я. Это моё лицо было. Моя внешность. Мои глаза. Мы стояли и смотрели друг на друга. Он уставшим, но в то же время серьёзным взглядом. А я... С неподдельным удивлением и ужасом. Второй я вошёл в помещение и закрыл за собой дверь. Подошёл к стеллажу и достал оттуда вату и антисептик. Потом он развернулся и подошёл к кровати, на которой сидела незнакомка. Сев рядом с ней, он взял её за правую руку и принялся осматривать ссадину. Злишься? Виновато спросила она. Второй я ничего не ответил. Только смочил вату и начал обрабатывать рану. Ай-яй-яй-яй! Больно же, Саш! Терпи! Сказал второй я уставшим голосом. Но в то же время можно было различить нотки раздражённости. Незнакомка слегка вздрогнула. Значит, всё же злишься? Второй я снова промолчал. Прости меня, я не думала, что всё так получится. У тебя голова на плечах есть? Да. А думать ты ею не пробовала? Пробовала. Чё-то не видно. Раздражённо ответил второй я. Зачем ты вообще к ним полезла? Мы же вроде договаривались. А они про тебя чего всякие гадости говорили? Незнакомка насупилась и сложила руки на груди. Да какая тебе разница? Они про тебя это говорили? Нет? Ну так какого хрена ты в бутылку полезла? Ну разве тебе приятно слушать их высказывания в свой адрес? Да мне по барабану, что обо мне говорят другие. Я не тщеславен. Незнакомка облокотилась на второго меня и положила голову на плечо. Знаешь, если тебе и по барабану, то мне... Мне нет. Второй я убрал в сторону вату и антисептик. Левой рукой приобнял незнакомку, а правой погладил её по голове. Защитница ты моя маленькая. Ага. Довольно промырлыкала она. Просидели они в такой позе ещё некоторое... некоторое время. После чего второй я встал и потянулся. Ладно, пойдём. А то твоя подруга нас уже заждалась. Блядь. Кто это ему снится? Я сидел на кровати и жадно хватал ртом в воздух, пытаясь привести своё состояние в норму. Что это было? Отголоски прошлого? Или я попал во временную петлю? Было ясно только одно. Я тут гораздо дольше, чем мне казалось раньше. Проверив наличие медикаментов в кармане, я встал и попытался выйти из медпункта. Подойдя к постаменту, я увидел Мику, которая сидела на лавочке. Я рассматривала фонарик время от времени, включая его. Увидев меня, она резко вскочила с места и подбежала ко мне. Ой, а ты чего так долго сказал же, что ждёшь меня пять минут? Я кисло ответил ей. Я сказал, сколько буду ждать тебя, но не говорил, сколько ты будешь здесь торчать. Мику надулась и встала в позу. Ладно, это всё лирика. Спускаться в катакомбы будем отсюда. Далеко от меня не отходи, всё с тобой будет нормально. Катакомбы? Удивлённо спросила она. Да, катакомбы. Под лагерем проходит сеть тоннелей. Скорее всего, твой Семён может быть где-то там. Мику покрасняла и отвела свой взгляд от меня. Он не мой. Неважно. Всё, пошли. Я подошёл к решётке, ведущей вниз. Медленно, немного поколдовав над ней, я резко дёрнул решётку и откинул её в сторону. Е первый, ты следом за мной. Скомандовал я Мику и, не дожидаясь ответа, полез вниз. Спустившись, я отошёл в сторону и прислушался. Издалека доносились какие-то звуки. Что-то скрипело и капало с потолка, создавая не самое приятное впечатление от этого места. Позади меня раздался шум, а потом неловкое «Ой!», после чего тихий шорох и щелчок фонаря. Небольшой луч от фонаря озарил кусок стены. А затем плавно стал перемещаться по комнате. Ничего необычного тут не было. То тут-то там валялись пустые бутылки. На стене были написаны неразборчивые слова. Я, не оборачиваясь, обратился к Мику. Я иду впереди, ты следом за мной. Лишних звуков не издавать. Руками ничего не трогать. Всё понятно. Угу. Тихо послышалось у меня из-за спины. Я довольно кивнул самому себе. И мы пошли на поиски Семёна. Шли мы недолго. Где-то минут пятнадцать-двадцать. Но Мику уже стала уставать и поэтому частенько отставала от меня. Мне же приходилось иногда сбавлять свой темп, чтобы она смогла меня догнать. Но, на моё удивление, она держалась молодцом. Не ныла и не скулила о том, что она хочет передохнуть или что-то в этом роде. Длинный коридор всё никак не кончался. Но если мне не изменяет память, то через двести метров должна быть развилка. Если быть честным, то я мог ходить тут с закрытыми глазами. Я помнил каждую развилку, каждый поворот, каждый тупик. В своём лагере, когда я узнал про эти катакомбы, я решил их исследовать. Нет, не из-за любопытства. Просто мне тогда нечем было заняться. Бывало, я мог на несколько суток уйти в эти катакомбы. Я просто гулял здесь, наслаждаясь тишиной и одиночеством. А потом, когда я всё разведал тут, мне стало скучно и я забросил это дело. Я... Я сидела на лежаке... Я сидела на лежаке и читала книгу, которую взяла из библиотеки. Делать мне сейчас всё равно было нечего. Так как вот-вот смена должна закончиться. Поэтому я могла немного расслабиться и вдоволь... И... И вдоволь насладиться тишиной. Теперь я стала немного лучше понимать Сашу. Стала понимать, почему он так часто проводил время в одиночестве, сидя на пляже или гуляя в лесу. Чёрт! Да я даже стала заведовать ему! Хотя, возможно, ему приходилось гораздо хуже, чем, например, мне. Разговаривали мы не так часто. Он почему-то старался избегать разговора со всеми. Но если дело всё же доходило до этого, он всегда отвечал вкратчиво. Стараясь закончить наш диалог побыстрее. В этот момент в его глазах читалось недовольство с ноткой агрессии. Возможно, мне это просто казалось. Однако я всегда была готова к неожиданным действиям с его стороны. Шутка ли? Он как-то чуть не убил Шуру с его шавкой. Ого! Как-то раз они крепко так сцепились. Сашок сидел и ковырялся в своём телефоне, когда к нему подошли эти двое. Шура что-то сказал ему. На что-то просто промолчал, не обращая на кибердогиков никакого внимания. Блин, топовая вожатая. Шуре такой ответ, видимо, не понравился, и он выхватил прибор из рук Саши. Я ещё тогда удивилась, когда он так ловко его выхватил. После чего Саша встал с места и что-то сказал. На что получал от Шурика в челюсть. Боже. На тот момент я подумала, что этот медведь перерос так разорвёт эту жертву на луке в начасти. Он взял его за грудки и швырнул в сторону на добрые три метра. После чего он подошёл к лежащему Шурику и наступил ему на горло. Электроник, конечно, попытался что-то сделать, дабы спасти своего ёбаря. Но вышло у него не очень. Он крутился вокруг них, что-то выкрикивая, а потом попытался оттолкнуть Сашу. На что тот, в свою очередь, просто ударил его и отправил Электроника смотреть с ним. После чего он наклонялся к Шуре, что-то прошептал и зарядил ему с ноги по лицу. Потом ещё, ещё и ещё. Так бы всё и продолжилось, если бы не наши бравые пионерки, которые полезли их разнимать. Вожатый похую. Так, о чём это я? Что-то всякая херня в котелок лезет. Я тряхнула головой и продолжила читать книгу. Он нежно провёл своей рукой по её талии, а затем резко прижал её к себе, отбрасывая все попытки вырваться. Но она не стала сопротивляться, предоставляя ему закончить начатое. Он наклонялся к её лицу, шумно вдохнул её аромат, а затем поцеловал её с такой страстью, что Мелисса не выдержала и обмякла в его объятиях. Я отложила книжку в сторону и сладко потянулась. Блин, вот почему в книгах главной героине так везёт? Вот бы и мне так. Я тяжело вздохнула и посмотрела в небо. Да? Ну что ж, я могу тебе это устроить? От неожиданности я вздрогнула, но не подала этому вид. Опустив свой взгляд вниз, я посмотрела чуть левее, откуда издавался звук, и увидела его. В париметрах от меня стоял пионер, сложив руки на груди, и искались как послед... Искались как последняя гиена в своём роду. Зачем ты пришёл? Спокойно спросила я, попутно взяв книгу в руки. А чё такого? Я не вовремя? Или ты просто не рада меня видеть? С усмешкой спросил он, скались ещё сильнее. Бесит. Как видишь, я немного занята. Ответила я и, переведя взгляд на книгу, продолжила читать с того места, на котором остановилась. О, как. Жаль, очень жаль. Ну, ничего. Я, собственно, не к тебе пришёл. Вот как. Решила передразнить его я. Ага, сики. Ты-то кошёлка старая, больше никому в этом мире не нужна. Ты чё там вякнул? Я резко захлопнула книгу и вскочила с лежака. Тише, тише. Он выставил перед собой руки. Не нервничать, а то лишние морщины на лице появятся. Этот мелкий сучёныш начинал меня выводить из себя. Хотелось выцепиться ему в глотку и перегрызть её. Но я не ощущала его физического тела. Поэтому предпринимать какие-то действия сейчас было бы безрассудно. Ну, ничего. Скоро ты ответишь за свои слова. Мы немного постояли сверлят друг друга взглядом. После чего пионер засунул руки в карманы и продолжил. Ну, ладно. Пошутили и хватит. А то Александр, узнав про это, будет на меня очень... Будет на меня очень злиться. Кстати, про Сашу. Где он? Чё-то я его нигде не вижу. Обычно он уже носится по лагерю, как ужаленный. А сейчас его ни слуху, ни духу. Неужели ты смогла приручить этого полудурка? Значит, он ещё не знает про него. Отлично. Это может сыграть мне на руку. Я расслабилась и, слегка ухмыльнувшись, начала вешать ему лапши на уши. А вот какой уж лапша она там навешала, мы узнаем в следующий раз. Сегодня на этом всё. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Вернись ко мне, моя мечта, из уголков, из той вселенной. Верни мне жизнь и согревай, освободи меня из плена. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!